Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Чеснут вообще-то это каштан Каштановый Но они видимо по цвету так называются Тоже не знаю как называется название Но в принципе это не важно И не так важно количество грибов Но конечно когда много грибов то будет вкусней Лук Селери По-русски наверное тоже селери Такие будет Масло Мука И сливки Первым делом я порежу лук Лук и селери Резать буду крупно И не особенно аккуратно То есть не надо здесь как-то придерживаться Чтобы было красиво кусочки Просто покромсать лук И селери Вот такими вот неровными, некрасивыми кусочками Теперь селери Я возьму всего лишь Четыре вот таких палочки И вот так вот их покромсаю Тоже не особенно аккуратно И отправляю его в миску с луком Включаю плиту Ставлю кастрюльку И кладу немножко масла Ну вообще-то не немножко Вообще-то множко Масла в этот суп я положу Ну так, как сказать Много вообще-то Это примерно Сейчас я скажу 50 грамм что ли Около 50 грамм масла Также обязательно нужно налить Немножко подсолнечного масла Немножко Для того, чтобы Сливочное масло не начало гореть Это надо сделать обязательно То есть любое растительное масло Или я кладу подсолнечное масло Вот такое вот Тоже органическое Для того, чтобы не горело Сливочное масло И нагреваем В общем, растапливаем его Итак, масло у нас Все растаяло уже И сейчас я буду сюда добавлять Лук Лук и селери И слегка Это даже не обжаривать А Я не уверена, как это будет называться То есть Чтобы не было Золотой корочки Просто слегка Слегка их как бы Подогреть Не знаю, как сказать Совсем немножко То есть Чтобы не было Никакой золотой корочки Ну, сейчас я, в общем, покажу До какого состояния Нужно нагревать Все, прошло пару минут Я думаю, хватит То есть Золотой корочки нет Она нам не нужна Сейчас я убираю огонь С огня убираю С огня убираю С огня убираю Чтобы было легче Мне делать То, что я сейчас буду делать Я беру муку И по чуть-чуть Добавляю этой муки Одной, конечно, рукой держать муку И мешать Другой не очень удобно Ну, как есть В общем, добавляю муки Муки много не надо добавлять Оно просто должно быть Как бы таким сухим Сейчас я обратно поставлю Это на огонь Обратно поставила на огонь И мне нужно Как бы Чтобы эта мука Сварилась Чтобы она не была сырой Чтобы она впитала Всю жидкость Может быть даже Чуть-чуть еще добавить Оно должно быть Совсем сухим То есть Овощи должны быть Совсем сухие Все, вот так вот Вот, видите Как получилось Как красиво Такой золотистый цвет Но это из-за масла То есть оно не поджарилось Все, что теперь делаем Добавляем воду По чуть-чуть Понемножко Добавляем воду И размешиваем Чтоб как бы Эта мука заварилась Чтоб не было Каких-то комков Там муки Ну, в общем Чтоб она заварилась Можно бульон использовать Можно, кстати Бульон Какой-нибудь куриный Делают еще Такой же суп Только с курицей Называется Chicken and mushroom cream Ну, то есть Курица и грибы Тоже очень вкусный Ну, у нас вот такой Как бы вегетарианский Вариант Сегодня То есть Если с курицей готовить Добавляешь бульон И готовую курицу Порезанную В конце Добавляешь тоже Размешиваю Добавляю сюда Грибы Сейчас добавлю сюда Грибы Перемешаю И оно будет готовиться Ну, сколько? Минут, наверное, 10 Может, чуть побольше Минут 15 В общем, будем пробовать Покинула грибы Сейчас перемешаю Вот так вот Надо добавить сюда Соли И розмарина Добавляю розмарин И добавляю соли Сейчас все это перемешаю Еще раз Чтоб эти все специи И соль перемешалась Все Накрываю крышкой И оставляю на 10-15 минут Кипеть Забыла сказать Что небольшое количество Грибов Белых Вот этих вот Я оставила Оставила Потом покажу Расскажу для чего Еще хотела сказать Что вот эти вот Коробочки Из-под грибов Я их оставляю И весной Можно будет Рассаду в них растить Очень хорошие Крепкие коробочки И одинакового Все размера Грибы Эти белые Они в принципе съедобные Даже сырые То есть их можно Вот так вот кушать Конечно невкусно У них никакого вкуса нет Безвкусные Но в принципе Их можно есть сырыми Поэтому сейчас Мы их нарежем Тоненько 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 Я нарежу эти грибочки Тоненько Тоненько Вот так вот Маленькими такими кусочками Можно конечно Целый грибок Сразу резать Но у меня дети И получаю Как бы им не очень удобно Вот такими маленькими кусочками Разрежу Эти грибы Мы будем класть Уже готовый суп В самом-самом конце Таким вот образом Ах какой запах Обалденный Прошло совсем короткое время Я просто открыла крышку Помешать немножко Эти грибочки Пахнет Обалдеть Вкуснятина Итак Прошло 10 минут Я думаю Что суп готов Я немножко воды добавила Выключаю плиту Переставлю сюда И у меня вот такой блендер Сейчас мы это все Перетрем Перемолим Все 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 Еще Еще будем жужжать Не Все Хватит Сейчас покажу Какой консистенции он получился Можно его сейчас Через сито пропустить Так обычно делают В дорогих ресторанах Пропускают через сито Но я не стану это делать Потому что Во-первых У меня нет такого сито Хорошего Мелкого Которого мне не жалко Потому что Это все забивается И потом нужно как бы отмывать И какую-то часть Конечно Супа ты теряешь Поэтому я это не буду делать Суп наш готов Сейчас я сюда закину Грибочки Перемешиваю немножко И в принципе все А последний штрих Последний штрих к этому супу Это у нас сливки Сливок нужно брать немного Но все таки нужно Потому что мы масло клали Там вполне как бы хватает жиру Но сливки конечно придают Незабываемый вкус И цвет Сейчас он такой неприятный коричневый А когда добавляешь сливочки То он превращается В красивый кремовый Такой цвет Смотрите какой красивый суп получился Все он в принципе готов Сейчас ему постоять Нужно минут 10 И можно будет кушать Смотрите какой супчик получился Густой Такой сливочный С кусочками гриба Грибов Ароматный Вкусный Вот такой вот получается супчик Делайте Пробуйте такой рецепт Очень простой Вкусный Сейчас попробую А то я говорю вкусный Надо же попробовать Может не вкусный Вкуснятина Не просто вкусный На 5 Вкуснятина Сейчас мы будем садиться кушать А вы пробуйте такой супчик делать Очень простой Мало очень ингредиентов Делается быстро Очень вкусно Всем пока С вами была Надежда Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok